Добрый день, уважаемые гости и зрители канала Нашу жизнь. В своих предыдущих видео я вам уже показывала 6 разнообразных способов, как склеить пазлы. Мы их склеивали с изнаночной стороны, мы их склеивали с наружной стороны. Сегодня мне хочется рассказать еще об одном способе. Это то, как можно склеить пазлы при помощи скотча. В данном случае я беру широкий скотч, потому что узким скотчем совсем не хочется портить картину. Но слишком уж много будет соединительных стыковых полос. В данном случае у меня картина горизонтальная. Если мы предполагаем, что мы ее будем вешать на стену, то мы должны пользоваться таким же методом, как при оклейке обоев. В данном случае мы должны будем рассчитать полосы так, чтобы они у нас не засорялись всевозможными пылевыми частицами. Поэтому слои нужно укладывать снизу вверх. То есть верхний слой будет немножечко нахлёстываться на нижний. Таким образом, картина, вывешенная вверх, вертикально, она не будет на этих стыках собирать пыль. Хотя, сразу могу сказать об очень серьезном минусе данного метода. Вот я сейчас говорю о том, что лучше укладывать слои снизу вверх, с верхним нахлёстом на нижний слой, для того, чтобы избежать пыли. Однако, если вы внимательно посмотрите на края скотча, например, если скотч у вас пролежал неделю где-нибудь на столе, то вы обязательно обратите внимание, что обоих сторон скотч уже сам по себе притянул пыль. Потому что вот здесь всё равно на окраинах остались определённые клейкие материалы, и скотч уже сам по себе приклеил определённую пыль. Соответственно, уже первый момент риска в том, что при наклейке нашего с вами пазла мы можем уже нанести вот эти полосы, которые будут видны, имеющие грязь. Поэтому первое, что, конечно, нужно проследить, чтобы вот этот скотч, который вы брали, был всё-таки максимально чистым по краям. То есть, либо он только-только должен быть извлечён из какой-то упаковки, из целлофана, или, если вы его когда покупали в магазине, сразу кладите в пакет, для того, чтобы никакая пыль на нём не собиралась. Итак, наша задача максимально ровно уложить пазлы, уже собранные, и аккуратно, я оставляю небольшой зазор на нижней части и на верхней, аккуратно, максимально приложить наш скотч, постепенно его разглаживая. То есть, если мы попытаемся приклеить сразу, то мы можем столкнуться с ещё одной проблемой, с тем, что скотч у нас просто-напросто пойдёт шубой, что называется, или вот такими воздушными волдырями, которые у нас могут образоваться. Поэтому это ещё одна опасность, с которой можно столкнуться. Итак, первый слой мы нанесли, нанесли его достаточно ровно. И ещё, когда отклеиваете пазлы, старайтесь руками на вот эту липкую часть не попадать, потому что сразу наши отпечатки пальцев останутся, и если мы их наклеим сюда, то при попадании частичек света, конечно, всё это будет очень-очень заметно и видно. Поэтому, даже если вы прикасались, постарайтесь это сделать, оставить с края. И так аккуратненько прикладываем, и снизу постепенно, пальцем, вы видите, у меня помощников нету, поэтому здесь нужно быть максимально осторожным, постепенно, постепенно мы разравниваем уже края. Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться, это неровное наложение полос. И в этом случае тоже при просвете, конечно, может быть видно, что одна полоса ушла вверх, одна полоса ушла вверх. Поэтому здесь либо вымерять линейкой, либо всё-таки доверять своему глазомеру, но в этом случае, опять-таки же, нужно быть очень внимательными и осторожными. И практически, скажу сразу, второго шанса заклеить вот таким скотчем у нас может не быть. То есть, если мы один раз наложим неровно, при отклеивании мы просто можем повредить нашу с вами лицевую часть и остаться без красивых, блестящих пазлов. Поэтому в этом способе и в этом методе очень и очень много всевозможных, но много нюансов и много опасений. Поэтому, скажу честно, я, конечно, рекомендовала бы, если вас не устраивают клеевые методы, которые я демонстрировала в предыдущих видео, в этом случае я бы вам всё-таки рекомендовала склеивание бесцветной самоклейкой или бесцветной обложкой для школьных книг. Ну вот сейчас, вы видите, образовалась всё-таки небольшая неровность. Ну вот тот самый риск, о котором я говорю. Сразу максимально я пытаюсь ногтями убрать воздух для того, чтобы вот этот образовавшийся залом не был очень сильно заметен. Ну и вот сразу вижу, что попалась у нас мусоринка. и получается последняя верхняя полоса. Итак, самая тяжёлая мы с вами работу сделали. Теперь можно аккуратно с краёв отклеить нашу пазу, перевернуть их на обратную сторону и все наши лишние клеевые части подвернуть. Я не рекомендую всё-таки подрезать скотч по самому краю, потому что крайние боковые элементы они также могут накапливать пыль. Поэтому лучше, на мой взгляд, их склеить. Это будет лучше и для предотвращения образования пыли, и для укрепления наших с вами пазлов. пазлов. На краях для того, чтобы можно было край загнуть делаем вот такое подрезание срез. И здесь на уголочках лишнее, конечно, потом можно удалить. с обоих сторон мы подгибаем. Здесь уже не очень принципиально, что может остаться небольшие какие-то сгибы, взломы. Здесь нам, конечно, главное именно лицевая сторона. Ну, а вот это вот уже всю лишнюю часть можно преспокойненько убрать как раз по самым краям. И с этой стороны делаем тоже то же самое. Обрезаем, приклеиваем со второй стороны и проверяем, насколько прочной у нас оказывается конструкция склеенная широким скотчем с одной стороны. Вторую сторону вы видите, я проклеила только самые уголочки, а лицевую часть, не лицевую часть, а вот заднюю основную часть я не трогала. Итак, давайте посмотрим, что же у нас в итоге получилось. Конструкция блестящая, блестящая, опять-таки же при попадании солнечных лучей она бликует. На свету вот эти наши полосы двойные, честно скажу, видны пока не очень, не знаю, как они себя поведут с течением времени, не могу сказать, что уж сильно бросаются в глаза. Картина держится достаточно хорошо, несмотря на то, что вот если с изнаночной стороны выворачивать, то вы видите, да, могут образовываться заломы, но благодаря тому, что на лицевой части все-таки проклеена достаточно хорошо, картина смотрится в целом неплохо. Ну, по крайней мере, если сравнивать вот с этой картиной, которая была проклеена у нас как раз основой для обложки блестящей, выглядят они приблизительно одинаково. Ну, здесь у нас еще сам размер пазлов чуть меньше, здесь покрупнее был. В целом, оба пазла выглядят хорошо. Они сохранили яркость, они сохранили яркие цвета, но при всем при этом, конечно же, на свету блики у них будут видны очень хорошо. Но, в принципе, если, например, у вас комната не очень хорошо освещена, может быть, это какая-то западная сторона, такой вариант вполне подойдет. А если еще взять ту же самую самоклейку, сделать какой-то узор, вырезать и проклеить по краям, то, в принципе, у вас получается вполне настоящая картина, к которой нужно добавить только крючок. И ее можно вполне вешать на стены квартиры, украшать ее дома. И, в принципе, вот такие пазлы, представляющие разнообразные мультипликационные сюжеты, или, может быть, какие-то исторические картины, или природу показывающую, могут смотреться очень и очень даже хорошо и гармонично. Итак, с вами была Юлия. Я всего лишь навсего вам рассказываю о разных способах, а выбирать, конечно же, в итоге вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, следите за моими новыми видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok